Приветствую на канале. В этом видео хочу рассказать как правильно готовить фитоспорин, для чего он нужен, а также о способах его применения. Фитоспорин это у нас биофунгицид для профилактики и лечения растений от грибковых и бактериальных болезней, таких как фитофтора, корневая гниль, парша, мучнистая роса, черная ножка, ржавчина и другие. Под и другие подразумевается еще более 20 разных болезней. Фитоспорин применяют на большинстве овощных культур, также на хвойных, луковичных, разных кустарниках, деревьях и большинстве декоративных растений. Фитоспорин есть в виде пасты, вот такая черная паста, а также в виде порошка, то есть в пачке сухой порошок. Начнем с приготовления фитоспорина в пасте. На одну часть фитоспорина нужно взять две части воды. Производитель пишет, что данную пачку можно развести в 400 граммах воды, здесь 200 грамм пасты, и применять в течение сезона. Мы так не делаем, а делим пачку на 4 части и данную пачку растягиваем на весь сезон. То есть берем 2 кубика, это у нас 50 грамм, и растворяем в 100 миллилитрах воды. После чего данный раствор в течение двух дней настаивается, и его можно применять. Применяем примерно месяц, после чего в конце, так скажем, его срока годности можно обработать, например, компостную кучу, если он остался. То есть данную пачку растягиваем на сезон. В прошлом сезоне использовали вот такой фитоспорин, и здесь осталось приблизительно грамм 60. То есть всю пачку не удалось израсходовать. На новый сезон взяли новую пачку, и собственно теперь приступим к приготовлению маточного раствора. Я вот так вот разделил пачку на 4 части. Для того, чтобы было удобнее работать с пастой, ее можно слегка подморозить. То есть я беру вначале маркером, разделил на 4 части, после чего продавливаю ножом обратной стороной на вот такие кубики. И можно положить либо в холодильник, либо вынести на улицу, если холодно. Данная паста подстынет, и с ней можно будет легко работать. То есть она не будет липнуть к рукам, ее можно будет с легкостью достать. И теперь вот такую 200 граммовую банку, я теперь помещу эти 2 кубика и залью 100 грамм воды. Вот так с легкостью паста подмороженная достается, и теперь заливаю водой. Как можно видеть, вот такой 200 граммовой банки, получается данное количество. После чего можно данный раствор оставить на полдня-день. Паста слегка размягчится, и тогда можно будет ее перемешать. Обычно это занимает приблизительно 2-3 дня, поэтому фитоспорин нужно готовить заранее. Это что касается фитоспорина в пасте. Дальше, фитоспорин в виде порошка. Чем он хорош? Его можно готовить за 1-2 часа до применения. То есть с данным фитоспорина намного проще работать. Берем сухой порошок, насыпаем нужное количество, растворяем. 1-2 часа подождали, и можно им обрабатывать. Есть такой миф, что сухой порошок для обработки по листу, но это не так. Им можно обрабатывать как по листу, так и под корень. Семена замачивать, также лить в компостную кучу. Просто он в сухом виде. Это то же самое, как у нас есть дрожжи в виде сухих, а есть мокрые дрожжи. Здесь такой же эффект. Все, теперь что касается пасты, обратно запаковываем плотно и помещаем в темное место. Температура для фитоспорина у нас негубительна, а вот свет не должен попадать. Все, далее, собственно, о способе применения фитоспорина. Смотрим в табличку. И производитель пишет. Инструкция, когда вы сделали маточный раствор. Вот ее применяем. И далее для разных культур есть таблица. То есть таблица написанной дозировки, а также, собственно, когда можно применять и через какое количество дней. Если не нашли вашу культуру, можно воспользоваться приблизительно по томату. Это у нас средние пропорции. И использовать данную таблицу. Фитоспорин это у нас не только штамм сенной палочки, а еще и гуматкалия. То есть данный препарат имеет двойное действие. Также он является и стимулятором, и активатором. То есть в растении он пробуждает разные биохимические процессы. Я применяю на рассаде приблизительно раз в две, в три недели. То есть если растение хорошо растет, то раз в три недели. Если начинаются небольшие отклонения, то можно использовать раз в две недели. Фитоспорином тяжело навредить растению, потому как это у нас биофунгицид. То есть добывается он из сена. Собственно в живой природе у нас также сенная палочка присутствует. Чем данный препарат хорош? Это тем, что он имеет биологическое происхождение. И он безвреден для человека, а также окружающей среды. То есть у него класс токсичности четвертый. Если попадает в глаза, либо на кожу, нужно промыть. Собственно глаза и кожу. Все, более препарат не имеет токсичности для человека. То есть его можно применять в помещениях, там где проживают люди. Также, собственно, есть табличка и для комнатных растений. Ориентируйтесь, если у вас какие-то цветы, фикус, еще что-то. Можно ориентироваться на комнатные растения и использовать данную табличку. Фитоспорин мы используем в двух вариантах. И в виде пасты, и в сухом варианте. То есть, например, когда нет маточного раствора, можно быстро использовать сухой фитоспорин и обработать растения. Самое главное при обработке этими двумя препаратами, это правильно выдержать раствор. Почему все пишут, что фитоспорин не работает? Здесь одно главное условие. Так как и, собственно, в маточном растворе, и сухом, при добавлении его в воду нужно подождать. Также можно увеличить немного штамп сеной палочки, добавив немножко сахара. Но это уже непосредственно перед поливом. Но это уже непосредственно перед поливом. То есть, как и маточный раствор, так и сухой порошок добавили в воду, подождали хотя бы два часа, и уже данным раствором можно работать. Здесь так же самое работает, как и с дрожжами. Дрожжам тоже нужно завестись некоторое время, чтобы они начали активно действовать. Вот, фитоспорин это ровно то же самое. Все, поэтому используйте правильно фитоспорин, готовьте правильно, ждите нужное время и обрабатывайте ваши растения. А, и так же, данный раствор не должен стоять на солнце. То есть, температура ему не страшна, а вот солнце уже для фитоспорина не рекомендуется. Поэтому в тенек, пару часиков и обрабатываем наши растения. И в конце видео приятный бонус для подписчиков канала. Хочу разыграть 5 сортов перцев для 5 человек, 3 из которых выберу сайтом рандомом, 2 выберу лично. Будут участвовать такие перцы, как халапеньо коричневый, халапеньо оранжевый, фиолетовый халапеньо, каенский джо удлиненый, и халапеньо красный. Для того, чтобы получить семена, нужно быть подписанным на канал, под этим видео написать комментарий, а так же поставить лайк. Розыгрыш проводится только по Украине. Итоги розыгрыша будут 10 числа. Оплата доставки с вашей стороны. Поэтому, друзья, участвуйте в конкурсе и успейте получить семена. Приблизительно 11-12 числа я буду сеять семена. Как раз к этому времени вы успеете посеять их со мной. Поэтому всем удачи, всем спасибо, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok